Очень важно знать, что если человек верит в любовь, то он проходит все эти три стадии, перечисляю их. Первая стадия называется принятие. Вот ты живёшь с человеком, у него много недостатков вообще, у него куча всяких проблем, а ты просто пытаешься как-то устроить отношения, принимаешь этого человека. Почему это надо принимать? А потому что это твоя судьба. Если ты хочешь победить свою судьбу, то ты всегда знаешь, что она всегда действует только через твоего близкого человека. Твой близкий человек – это экзаменатор твоей жизни. Он тебя испытывает, он тебя проверяет. Ты хотел наслаждаться жизнью в отношениях, а судьба у неё другие планы. Она сначала испытывает нас через близкого человека, испытывает нас. Если ты согласен с судьбой, принимаешь судьбу, чтобы её победить, надо сначала её принять. Поэтому Иисус Христос и взял свой крест, понимаете? Даже есть такая фраза «нести свой крест в жизни» означает жить счастливо. Счастье означает принятие. Вот, допустим, я иду по улице. В Люблянах иду по улице. И дождик идёт. Я могу заболеть, а могу не заболеть. Всё, если от того принимаю я природу, вот этот дождик или нет. Если я его принимаю, я думаю, классный дождик, всё супер в моём любимом городе. Любляна означает любой, да? Любимый город. Ну, то есть, дождик, значит, классный, всё нормально, у меня всё в городе хорошо. И, значит, ты не заболеешь, потому что твоя психика всё принимает, у тебя идёт обмен. И эта погода, дождик, означает необычная погода, означает погода, которая очень сильно влияет на человека. И эта сила укрепит твоё здоровье. Но если ты не принимаешь дождик, значит, тогда будет всё наоборот. Вот, значит, ты просто заболеешь, потому что эта сила разрушит тебя. Точно так же и муж или жена, или ты принимаешь её, и она тогда тебя сделает сильным. Или против, тогда она тебя разрушит, или он. А как принять близкого человека? Для этого нужны силы. Вот просто так не примешь, нужны силы. Откуда берутся силы? Ну, давайте, ладно, я потом расскажу, откуда берутся силы. Три стадии. Ну, последовательно надо быть, да? Первая стадия – принятие. На этой стадии что человек чувствует? Я прихожу домой, и мне хорошо, я отдыхаю, мне нормально с человеком, я всё принял от него. То есть я уже всё. Мне хорошо, я дома отдыхаю. И мне хорошо дома, хорошо сплю, хорошо ем. Мне всё классно, потому что я принял человека, мне нормально с ним, хорошо жить. Всё. Вот это называется принятие. Первая стадия. Вторая стадия называется уважение. Ты смотришь на человека и видишь в нём больше хорошего, чем плохого. И он от этого видения тоже становится лучше, лучше, лучше. То есть всё пошло как-то налаживаться в жизни. Ты смотришь на него хорошо, он на тебя смотрит хорошо, и между нами какая-то пошла хорошая жизнь. Это называется уважение. Ну, то есть я пытаюсь сделать так, как тебе приятно. Ну, как бы, свою правду внутреннюю не ставлю выше тебя, как Личности. То есть я делаю так, как тебе приятно. А она делает, как мне приятно старается. Или будет стараться. Я надеюсь на это. Вот. И когда вот так мы живём, это называется уважение. Уважение начинается с одной стороны всегда. И принятие тоже. Все стадии любви всегда начинают с одной стороны. Если близкий человек не хочет жить как надо, это не значит, что не получится. Потому что если я принимаю его, то он через благодарность потом примет меня. Ну, то есть я сдал экзамены своей судьбы, и дальше всё будет нормально. Вторая стадия. Я уважаю как женщину, мою жену. А как женщину уважать как женщину? Будем серьёзно об этом говорить. Это очень большая тема. А я уважаю мужчину, как мужчину, допустим, жена так делает. Значит, тогда он будет благодарен и начнёт меня уважать как женщину. Ну, то есть это неизбежная вещь. Потому что через благодарность приходит знание к человеку. Он понимает, как теперь я должен относиться к этому человеку. Третья стадия любви. Настоящей любви, невлюблённости. Есть два типа любви. Есть подарок от Бога. Это называется влюблённость. Это подарок просто. Ну, чтобы люди вместе были. Иначе как они сойдутся? Вот. А есть любовь. Означает то, что держит вечно людей вместе. Мы говорили о том, как мать любит ребёнка. Это есть любовь. Это не влюблённость. Третья стадия любви называется верность. Что такое верность? Это когда я чувствую вечность в отношениях с этим человеком. У меня даже идей нет его бросать вообще. Я чувствую, что Бог нас соединил. Как я помню, ехал в машине. И была такая передача, радиопередача. И там юбилей исправлял какой-то писатель, композитор. И он говорит, в моей жизни самый лучший человек – это моя жена. Лучшего человека в моей жизни никакого нет. И если говорить как бы о том, чьё поздравление для меня самое важное, так это поздравление моей жены. Потому что я таких людей в жизни не видел. Это называется верность. Знаете, все люди такие. Каждый человек такой, что ты в жизни не видел. Просто ты его не знаешь. Вот, допустим, если ты ребенка маленького увидел грудного своего, который у тебя родился, я такого человека в жизни не видел вообще. Так, вау! Поэтому родители часто сочиняют. Там дети индиго у них рождаются, там вундеркинды. Понятно, что мой ребенок самый лучший однозначный. Потому что я вижу в нем душу. Никто больше не увидит. Это 100%. Так и есть. Ну вот, муж, к сожалению, у меня не самый лучший, Олег Геннадьевич. Ну, потому что тебе Бог не во всем подарки будет давать. То есть тебе дали подарок – видеть любовь в ребенке. Вот теперь научись видеть любовь к мужу сама. Это домашнее задание. Это ты должна научиться. Это не то, что прям тебе все сейчас в жизни Бог даст просто так. Нужно что-то самой же тоже достигать чего-то.